Всем привет, друзья! Это обзор 192-й главы манги Ван Панчмала, где произошло немало интересного. Гарроу против Бэнга, Самурая против Нострофюрера и появление Златоса. Интересно? Тогда подпишись на канал и поставь лайк этому видео. А с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман, 192-я глава. Черта. Каков мастер, таков и ученик. В былые времена они оба восхищались силой. Здесь на обложке мы видим Гарроу и Бэнга, который в тот момент был его учителем. Далее мы перемещаемся на поле битвы, где бывший ученик и учитель встречаются лицом к лицу. Гарроу не может и слова сказать, кроме как рычать, как монстр, кем он и является. По лицу Бэнга заметно, как он разочарован своим бывшим учеником и спрашивает, неужто тот разучился даже разговаривать. После Бэнг идет к Гарроу и готовится к сражению и говорит ему, что его действия влекут за собой последствия. И говорит, что настроен серьезно и что откроет ему глаза собственными руками. Гарроу нападает на Бэнга, но тот блокирует его удар. Волна удара от их столкновения невероятная, что даже бомб, который лежит на земле, еле смог удержаться на месте. Гарроу пытается нанести удар кулаком, но Бэнг легко отражает его. Гарроу рыдшит и выдыхает. И после этого он становится быстрее, но Бэнг успевает блокировать его удары. Бомб в шоке от происходящего. Он не может поверить в то, что Гарроу может противостоять Бэнгу, который дерется в полную силу. И ему кажется, что Бэнг проигрывает ему. Бэнг удивляется тому, что Гарроу смог усилить свое тело до предела с помощью особой пробуждающей техники крепкого дыхания. Он со всех сил бьет Гарроу ногой и откидывает его. Гарроу не успевает упасть, как Бэнг со всех сил бежит вперед и от удара плеча Гарроу отлетает в воздух. Но даже тут Бэнг с невероятной скоростью подпрыгивает выше Гарроу и хочет забить его в землю, как гвоздь. Но не тут-то было. Гарроу реагирует на это. И моментально отбивает удар Бэнга. Тот в шоке. Но Гарроу обхватывает шею Бэнга ногами и с верхушки забивает его в землю. Видимо, Гарроу может копировать техники и из других аниме. Я просто вспомнил момент из первого сезона аниме Наруто, где Рок Ли также подкинул вверх Гарроу. Ха, прикольно. Бэнг подкинул Гарроу, а Рок Ли Гарроу. Короче, Ли почти так же забил его в землю. Итак, вернемся в Ван Панчмам. Казалось бы, уже все. Бэнг повержен. Даже Бомб удивился этому и тоже подумал, что все уже, это его конец. Но нет. Наш старичок не такой уж и слабак. Он почти сразу же, как ни в чем не бывало, встает на ноги и стряхивает с себя пыль. Гарроу приходит в ярость и начинает рычать. На этом сцена битвы Гарроу против Бэнга заканчивается. А что будет дальше, мы узнаем лишь в следующей главе. Ну а так, если подумать, Гарроу должен расправиться со всеми героями С-класса, как было в веб-комиксе Вана. Но точно знать мы этого не можем, потому что Мурата сделает все по-своему. Я лично не думаю, что Бэнг сможет расправиться с Гарроу. Ну только если появится Сайтама, который когда-нибудь все-таки должен появиться на поверхности вместе с Флэшем. В таком случае Сайтама и он, конечно же, расправится с ним. Ну а если он не появится и Бэнгу никто не поможет расправиться с Гарроу, то тогда, думаю, у старичка нету шансов. Хотя он держится не так уж и плохо. И я не думаю, что Гарроу легко с ним расправится. В следующей главе нам должны показать исход их битвы. И я думаю, что Бэнг покажет всю свою мощь и Гарроу сильно удивится от этого. Скорее всего, Бэнг и разговаривает его, сломав ему рожу. Ведь в комиксе Вана нам показали, как после того, как Сайтама ударил его, его рожа монстра сломалась и под ней было его человеческое лицо. Если я не ошибаюсь, Гарроу мог разговаривать и до этого. Поэтому я и решил, что в манге Мурата не сделают так, чтобы им сломать его рожу и разбудить человечность внутри него. А может и нет. Возможно, только Сайтама сможет его разговаривать. Что ж, будем ждать выхода новой главы. А сейчас вернемся к этой главе. Мы перемещаемся на поле битвы, где герои А-класса и Совет Мастеров Клинка, включая Атомного Самурая, бьются против монстров. Внезапно сзади них оказывается жуткий фюрер, который собирается ударить их своими кулаками. Герои А-класса и Айрон, и Банихаги замечают монстра и кричат Атомному Самураю и Старичку Нитерину. Тут один из самураев, Амахары, откидывает Атомного Самурая и Айрона. Нитерин ударом ножен, отбрасывает Банихаги, то есть пружинауса, чтобы тот не попал под удар, и тут моментально монстр попадает в обоих самураев. Амахары полностью растворился в кислоте, разве что от него остались только ноги. И Айрон в шоке. Атомный самурай в ярости. Монстр-фюрер после удара потерял много кислоты, в которую он превратился. И поэтому он начинает всасывать остатки своих жертв, используя это, как пишут, для восстановления. Банихаги подходит к Нитерину. Атомный самураи и Айрон замечают их и подходят к ним. Они замечают, что от него осталась только верхняя часть тела, и он, скорее всего, уже не жилец. Все герои в ужасе. Нитерин зовет Камикадзе. Он обращается к Атомному Самураю. Камикадзе! Похоже, из света меча остался только ты. Он берет бусы, которые висели у него на шее, скрешивает пальцы и достает меч из какого-то портала. Это, скорее всего, какое-то хранилище, куда и был запечатан этот таинственный меч. Атомный самурай удивился увиденному. Но, взяв меч в руки, он узнал его. Это был меч Солнечный Диск. Банихаги был в шоке. Он тоже был в курсе, что это за меч. И Айрон удивился тому, что тот узнал этот меч. Банихаги говорит, что он знал про этот меч, но видит его впервые. Старик Нитерин умирает. Его покидают силы. Он с последних сил обращается к Атомному Самураю и говорит ему. Как мастер, я с гордостью могу сказать, что ты дорос для него. Оставляю совет мастеров Клинка на тебя. Атомный Самурай говорит хорошо. Но Нитерин упоминает еще один меч, которого называют Лунный Диск. Солнечный Диск и Лунный Диск. История гласит, что мечник, которому удастся завладеть обоими этими мечами, обретет безграничную силу и станет известен как величайший фехтовальщик. Эта легенда с древних пор будоражит умы Великих Войнов. Первый меч у Атомного Самурая. Задается вопрос, где же второй меч? Этого никто не знает, но возможно, он у главы деревни Ниндзя, который появился в веб-комиксе Вана. Сайтама побил его и забрал у него два меча и отдал их Сонику и Флэшу. Они были одинаковые и не отличались от обычных мечей. Поэтому хочу сказать, что возможно, этот ниндзя, как и наш старичок Нитерин, хранил этот особенный меч где-то в запертии. И так как этот глава деревни Ниндзя, скорее всего, не жилец, мы не узнаем, где этот меч. Ну или один из мечей, который у Соника и у Флэша и есть тот самый лунный диск. Я это говорю, потому что Мурата может так сделать. А так, если вспомнить, то веб-ке Вана даже не упоминалось о двух легендарных мечах. Как и не было самого персонажа Нитерина или Совета Мастеров Тинка. Возможно, Мурата решит сделать так, что второй меч был у деревни Ниндзя. И попадет он в руки атомного самурая, и тот станет невероятно сильным. Посмотрим и увидим. Но пока что вернемся обратно к манге. Нитерин говорит своему ученику, пружинящему Усу, то есть Банихаге, что тот стал прекрасным фехтовальщиком, и ему осталось только обрести собственный путь меча, в который он будет верить. Он говорит ему двигаться вперед. Возьми, это доказывает, что ты прошел полный курс искусства меча. Что именно он просит ему взять, неизвестно. Но я лично не понял. Он что, отдает ему тот самый легендарный меч Солнечный Диск? Не думаю. Но если Нитерин и дал ему чего-то, то мы не можем знать, что это. Скорее всего, думаю, что он отдал ему другой меч. Итак, на этом моменте мы прошаемся со старичком. Но его саму смерть нам так и не показали. Далее мы видим, как Монстр Фюрер всасывает остатки от монстриков в Черносы, которых он уничтожил. Это очень разозлило Черноса. И просит его остановиться, всасывать его клонов. На что Фюрер отвечает ему заткнуться и блюет на них своей кислотой, тем самым уничтожая их. Монстр Фюрер говорит Черносу, что сколько бы тот не умножался, тот останется для него идеальным протеиновым коктейлем. И говорит, что после того, как закончить есть этих, переработает всех остальных на паштят. И что они станут для него личной скотобазой, где он сможет подкрепляться. Чернос, конечно же, не согласен с этим. А Фюрер просит его напасть на него, если у того есть возражение. Чернос смотрит по сторонам, наблюдая, сможет ли кто-нибудь ему помешать. Но как мы видим, Геннесса окружили его клоны. Один даже его руку оторвал. Не знаю, как это возможно, что один мелкий клон смог вот так запросто вырвать руку у Геннесса. Думаю, Мурат захотел показать нам, что Чернос не такой уж и слабый. Что ж, он нас убедил. Чернос смотрит в другую сторону и видит лежащего и дрожащего от боли темноблеска. И убедившись, что героев осталось мало и клонироваться больше нет смысла, он решает воссоединиться воедино и наказать монстра Фюрера. Яркий свет ослепляет Фюрера. Непонятно откуда, Фюрер получает серию сильных ударов. И в ярости он начинает блевать кислотой и в ответ получает сильный удар в рожу и падает на землю. Герои были очень удивлены, увидев разлад в рядах монстров. Чернос, воссоединившись из многих своих клонов воедино, стал Златосом. И он говорит Фюреру, который лежит на земле после его удара, что перед золотом с антикоррозийными свойствами его желудочный сок бесполезен. Слегка противно, только и всего. Златос родился со вспышкой. Что ж, на этой странице глава закончилась. Думаю, в следующей главе нам покажут, как Златос с легкостью расправляется с Фюрером. Насчет появления Златоса. Если честно, думал, что он появится более эпично, что ли. Потому что это произошло очень уж быстро, да и странно. Я думал, что будет что-то масштабное, как было в Депке Вана. Там он появился более оригинально. Но, думаю, не так уж и плохо. Могло быть и хуже. А так глава вышла хорошей. Остается надеяться, что в следующей главе Мурата размажет этого слизняка Фюрера. И нас, наконец-то, приблизят к арке появления Сайтамы вместе с Флэшем и Монако. Напишите свое мнение об этой главе. Друзья, не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. На этом все, друзья. Всем огромное спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok